Одесская городская власть делает все для уничтожения французского бульвара. Вместо того, чтобы реконструировать и восстановить эту достопримечательность, мэрия продолжает раздавать бульварную землю и разрешение на застройку участков. При этом рекреационная территория уходит в частные руки не с аукциона, а по заниженным ценам. Депутаты, входящие в земельную комиссию, предварительно одобрили разрешение на выкуп частным лицом еще одного участка на французском бульваре. Речь идет об участке, расположенном по адресу французский бульвар 21. Один, собственно, сам объект состоит из двух частей. Там находятся частные строения, принадлежащие частному предпринимателю. Но вся соль ситуации заключается в том, что городская власть землю не отдает в аренду, а именно продает. Причем продает не по рыночной стоимости, а за гораздо меньшую сумму. Вы знаете, у нас земля, к сожалению, расходы направо и налево не только на французском бульваре, в целом по Одессе и вообще земельные правоотношения, они, конечно, у нас происходят в очень специфическом таком ключе. Да, и политика, я бы сказал, ведется достаточно, мне кажется, с таким коррумпированным подтекстом. Почему? Потому что неоднократно у нас заявляется о том, что все делает городская власть ради пополнения бюджета. И у меня тогда следующие вопросы. Почему у нас, например, на французском бульваре 21, допустим, продается земельный участок по 13,5 тысяч долларов? И ведь наши депутаты не в первый раз с легкостью расстаются с землей и объектами, принадлежащими не им лично, а всем одесситам. Впрочем, после очередного массового одобрямца депутатов, все больше лакомой одесской земли расходится в частные руки. И не важно, что там будет находиться. На вострой повышенной этажности или торгово-развлекательный центр важно, что одесситам эта земля принадлежать уже не будет. Более того, очень часто выясняются странные подробности того, как чиновники дают то или иное разрешение на ведение работ и как заключаются сделки. Еще до того, как за решение проголосуют депутаты, и чиновники, и новоиспеченные владельцы объекта уже знают, что там будет и как это будет выглядеть. Спору нет. Послушное депутатское большинство проголосует так, как нужно их хозяину, самому Труханову. Но эти господа даже не делают вид, что соблюдают букву закона. Что мы видим? Мы видим, что на сегодняшний момент происходит подмена понятия. Когда Управление архитектуры и градостроительства, еще до того, как депутаты городского совета рассмотрели вопрос о даче согласия на разработку изменений в ранее предыдущий принятый детальный план территории, уже выдает градусловие ограничения на 24 этажа. И этот вопрос был абсолютно гласно виден на сессии городского совета. Это была очень скандальная ситуация, когда депутатам предлагают рассмотреть какие-то изменения, но уже чиновники, уже Управление архитектуры дало согласие. Возникает вопрос, ну вот буквально вчера был День дураков, вот можно спокойно депутатскому корпусу сделать это своим таким, знаете, хрестоматийным профессиональным праздником. Никто это не планирует, никто не ставит перед собой эту задачу. Вот просто взять деньги, срубить бабло, так можно сказать, очень грубо, но очень, наверное, мне кажется, правильно, и дать разрешение. А после нас вообще, как бы, хоть трава не расти, хоть вода не горит, то есть, все что угодно. То есть, мне кажется, что однозначно власть временщиков, которых просто интересует наполнение карманов, а как будет дальше функционировать наш город, как будут жить одесситы, абсолютно никого не волнует. Никого в нашей мэрии не волнует, в каком городе будут жить одесситы завтра, да и наступит ли это завтра для города вообще.